Уважаемые друзья, уважаемый Василий Викторович, Вячеслав Викторович, Вячеслав Викторович, Вячеслав Викторович, уважаемые фермеры и кооператоры, рады приветствовать вас на 17-м заседании Клуба Аграрных Атаков и Зайского Дома России. Надеюсь, сегодняшний разговор будет конструктивным и ляжет в основу решений, то есть способствует развитию фермерства и кооперации на году. Василий Викторович, сразу немного мне поприветствуем вас и поблагодарим за участие в заседании, потому что тогда я приглашу вас на открытые конференции. Если бы не думали, что это будет так же, то все это вызывает уважение и определенные надежды. Спасибо большое. Пару слов о Кубе Аграрных Аграрных Атаков, если позволите, скажу, чтобы было понятно, почему такой формат. Мы создали его на базе Дайского Дома «Христианин» в прошлом году, кто дали как площадку для обобщения, осмысления и пропаганды полезного опыта ведения сельского хозяйства на Дону, на Ивге России, даже не только на Дону. За год с небольшим прошло около 16 заседаний на абсолютно разных площадках, включая крупнейшие выставки на Дуге России. И приняло участие в этих заседаниях более 700 фермеров. Почему я думаю, что разговор должен быть конструктивным? Девизь нашего клуба, мы нечем виноват, мы обсуждаем, как делать. По традиции, каждое заседание в прямом эфире транслируется на нашем сайте agrobook.ru, онлайн-трансляция на сайте kairnews.ru, ну и потом отчеты будут в газете «Крестьяне» и «Деловые крестьяне». Ведем, как обычно, это заседание мы между Тимур Сазона, специальным перспонентом газеты «Крестьяне», и Николай Васильевич, редактор журнала «Деловые крестьяне». Николай Васильевич, представьте, пожалуйста. Владимир Юрьевич, уважаемый Вячеслав Николаевич, Константин Николаевич, уважаемые представители фермерского сообщества, приветствую вас и предлагаю познакомиться поближе. Василий Юрьевич, а также заместителя губернатора Василенко Вячеслава Николаевича, и министр сельского хозяйства и продовольствия Рачиловского, Константин Николаевич, я думаю, все знают. Во встрече также участвуют Грищенко Александр Яковлевич, глава фермерского хозяйства Шолоховского района, Кругнову Михаил Ильич, председатель сельскохозяйственного потребительского основательства бутового кооператива Озерного БК Белокалимбинский район, Мироненко Елена Ивановна, глава крестьянского хозяйства из Матвилов-Курганского района, Михайлова Елена Сергеевна, глава крестьянского фермерского хозяйства из Зимов-Ниповского района, Грищенко Александр Васильевич, председатель сельскохозяйственного потребительского основательства бутового кооператива «Доверие» Юргаловский район, Папивенко Николай Васильевич, председатель сельскохозяйственного областного ассоциации крестьянского хозяйства Озерного БК Белокалимбинского и других малых производителей сельскохозяйственной продукции Ростовской области, секретарь общественного совета при Министерстве сельскохозяйственной России Ростовской области. По УПА, я не знаю правильно, благодарение я сделал, да? Виктор Иванович, директор некоммерческого партнерства крестьянских фермерских хозяйств и других представителей малого сельского предпринимательства, Терепова Игоря Алексеева, глава крестьянского фермерского хозяйства Пещерокумский район, и я седьмой Александр Александрович, председатель сельскохозяйственного потребительского и перерабатывающего кооператива Родионовский район. Во встрече также участвуют сотрудники Министерства сельского хозяйства и право на улице Ростовской области, и издательского дома «Крестьянин». Я все это назвал? Да нет, я все это назвал. Я вижу глава, глава. А, глава. Да, глава. Да, глава. Да, глава. Да, глава. Да. Нынешнее заседание необычно, поскольку первую лицу региона первый раз в работе клуба, как он такого, участвует. Но, тем не менее, мы будем стараться придерживаться традиций клуба. И Василий Юрьевич, насколько нам известно, выступит со вступительным словом. А затем спикеров я прошу укладываться во время его пяти минут в регламент. Это обычный регламент для клуба, который позволяет и все высказаться, и задать вопросы. Спасибо. Василий Юрьевич, ну, да, я немножко поясню. Мы бы хотели, чтобы не просто поговорить о проблемах, да, но и предложить конкретное решение, чтобы каждый из них, возможно, прокомментировали и высказали свою позицию. Может быть, у вас есть еще какие-то идеи? Вам слово, пожалуйста. Мы будем считать подступительным словом. На самом деле, оно достаточно короткое, что правильно. Правильно слушать тех, кто занимается непосредственно землей делом и, наверное, действительно искать решение, которое можно было использовать в будущем, и на уровне правительства, и на уровне местных органов власти, муниципальных образований и мунистерств соответствующих. Я действительно повторюсь. Идея возникла в январе текущего года, в частной конференции, когда много журналистов присутствовали, и мы предложили провести такой разговор с участием и представитель профессионального столбика. Я считаю, что это очень интересно, потому что сумма фермерства в Ростовской области имеет значительные заметки. То есть, по хозяйственному производству две количества людей, которые требуют очень большого. У нас 12 тысяч фермерских хозяйств и 550 фермерских, и 554 тысячи личных влашовных хозяйств, которые работают сегодня на территории области. Если взять от доли некоторых видов продукции, то она очень значительно очень заметна в итоге работы. Например, фермеры и личные подсобные хозяйства производят молока. 90% от общего области, овощей – 87%, мясо – 56%, зерна и зернового – 28%. А доля валовой продукции фермерских хозяйств в объеме сельскохозяйственного производства составляет 17,3%. При этом, с 2010 года эта доля выросла примерно на 3,9%. А вот в зерне и зернобобовых – на 4,6%. А в поголовье животных – на 5,7%. Выросла она и в производстве мяса. В то же время, у нас есть снижение некоторой части производства. Подсолнечники – это 0,50%. Снижение составит яйца – 0,8%. Овощи – 2,4%. Теперь несколько слов о государственной поддержке. Сразу скажу, что я это уже повторял, встречаясь с Семеном неоднократно. В последнее время, когда мы говорили уже о весенних правовых работах, что поддержка со стороны об области, она будет сохраняться. Такую задачу ставим очевидно. С 2010 по 2014 год доля поддержки фермеров в общем объеме финансирования у нас уже росла с 6,6% до 14%. А если говорить о деньгах, то с 315 миллионов до 935 миллионов. Это примерно соответствует росту поддержки всего села. А мы говорим о том, что эта доля выросла примерно в 3,5 раза в этот период времени, с 10 по 14 примерно. Также это и происходит у фермеров. Мы ставим перед собой задачу, минимальную задачу, сохранять ее в 2014 году на том же уровне, то есть на уровне предыдущего года, то есть не снизить эту поддержку. И для себя определили, что она будет представляться по 24 направлениям. Это 12 направлений в растеневодстве, 9 – в животноводстве, и 3 направления – это размещение в разных видах, использующих размещение процентов за кредиты, которые получают наши селяне. Если говорить о перспективах, то они, очевидно, существуют. Мы прекрасно понимаем, что в промышленном поле полный максимум достаточных резервов, которые не реализованы. Поэтому среди перспективных направлений является, например, поддержка начинающих фермеров и семейных фермеров, где на один уровень бюджетных средств привлекаются даже в частных инвестициях. В 2012-2014 году, вот за этот период у меня есть анализ, мы представили фермерам 171 грамм на сумму 419 млн. рублей, при этом поддержка из федерального бюджета составляла 286, из-за основного было 133 млн. рублей. Фермеры за этот период времени вложили в различные направления деятельности примерно 175 млн. рублей. Характерно, что интерес к развитию сельского хозяйства, это очень хорошая, приятная тенденция, очевиден и у молодежи сегодня. Мы это замечаем в подтверждение тому, что треть участников программы в возрасте до 35 лет. И в числе участников программы у меня есть 22 надоестных семьи, которые занимаются этой работой. Отдельное направление, которое для нас важно, наверное, года 3-3,5 назад я сказал, что одно из принципиальных направлений нашей деятельности это создание условий для развития потребительской кооперации. Некоторых человек нам приходится возрождать ее, некоторые поддерживают, кто сегодня работает. Но здесь мы удерживаемся такого принципа и поддерживаем кооператоров, которые на один рубль бюджетный средств привлекают дополнительно 3-5 частных инвестиций. Такая работа сегодня проводится, мы также будем продолжать. Если посмотреть с десятого по четырнадцатого, то инвестиции в развитие ферморского хозяйства более шестьсот шестьдесят пяти миллионов рублей. Например, на одна треть всей нервной поддержки это бюджетное средство, которое вы увидели. Мы очевидно видим, что у нас растет объем заготовок, например, овощей. Это касается ферморского хозяйства. В девять раз молока на сорок процентов, которые у вас присутствуют, создали несколько кооперативов. Это было реализовано в рамках государственной поддержки по переработке зерновых и зерноводовых культур. Было реализовано и создано два завода. Логистические центры небольшой мощности таких центров было создано восемь, среди которых половина – это центры по заготовке овощей и картофеля. И четыре центра новых было создано по заготовке и переработке молока. Это четыре небольших производства, которые появились на территории области. Сегодня мы ставим перед собой одну достаточно принципиальную задачу. Она практически существует не только для малого, конечно, бизнеса, а для других бизнесменов. Это создание условий для развития переработки и сбиток. Цель одна – необходимо, чтобы малые хозяйства были обеспечены гарантированными объемами, потому что они имели такие системные поставки. И главное, что были условия для предпродажных продуктов и продуктов для реализации. Впервые в прошлом году мы вызвали программу по развитию кооперативов в сфере животноводства. В последние годы это очевидно новое. Мы получили гранты на создание и передали их в сфере хозяйства. Цех от изготовки молока в Октябрьском районе. Цех от изготовки молока в Октябрьском районе. Цех от изготовки молока в Пещенокопском районе. Комплекс по заготовке и обработке хранения и сбиток домашней лодки в Октябрьском районе. Есть несколько новых проектов. В последнее время в своих рабочих поездках я вижу, очевидно, что предприниматели заинтересованы в этой поддержке. Хотели, чтобы проект стало возможно здоровым. Если говорить о сегодняшнем общении, то, конечно, за этим столом могли быть значительно больше людей. Кажется, знаете, какой инвестиций очень много. Но, тем не менее, мне кажется, достаточно принципиальным сегодня в участии специалистов, прежде всех этих практиков, найти какие-то новые интересные решения в поддержке, обсудить, что необходимо сделать для того, что, в первую очередь, она должна иметь возможность дополнительного импульса развития. И в этом смысле это также вписывается в наши государственные программы, которые сегодня есть в Ростовской области, и в стратегию развития регионов 2018 года, которые работают сегодня в Ростовской области. Убежден, что такой аналогичный разговор общения передоставок будет очень полезным для этих целей. Спасибо большое, Василий Ильич. Спасибо. Безусловно, мой фермер меня поддержит, если по итогам этого круглого стола количество механизмов и программ господдержки в области увеличится. И, может быть, они всегда будут даже связаны с деньгами. Это я перехожу уже к Елене Сергеевне. Зачастую начинающие фермеры, каким бы потенциалом он не обладал, каким бы желанием и даже двиганием он не обладал, зачастую его все усилия упираются в то, что порой негде создавать фермерское хозяйство или негде расширяться. Ну, я думаю, Елена Сергеевна подробнее расскажет вам слово. Я представляю Диман Кутский район, глава фермерского хозяйства Михаила Елена Сергеевна. Мое хозяйство образовалось в 2012 году. Я получила грант по программе начинающей фермеры по направлению научное животноводство. На данный момент в моем хозяйстве 51 голова крупнородатого скота. Из них 20 голов былого поголовья, 10 голов – это сухостой и именители. Скажем так, основная проблема конкретно моего хозяйства – это, конечно же, земля. Для того, чтобы расширить поголовье, дальше работать необходимо выпаса. Конкретно в нашем районе очень остро стоит эта проблема. Также стоит проблема сбыта молока и, конечно же, ценовая политика. Также проблем очень много связано с непониманием, скажем так, нас, фермеров, конкретно в районе. Не слышат и не хотят слышать наши проблемы, не хотят с нами взаимодействовать и как-то работать. Желание развиваться есть, возможность развиваться есть. Но хотелось бы помощи, хотя бы в земельном вопросе и в вопросе сбыта, потому что продажа молока идет по сниженному цену. И чтобы даже на первоначальных основах работать очень тяжело. Переработку, скажем так, в кратчайшие сроки не осилить просто начинающему фермеру. Но мы как бы к этому стремимся и очень ищем понимание и помощи, хотя бы проблемные выпасов в районе. – Спасибо. Ну, на самом деле, не только у нас серьезные проблемы с районом, да, и другие фермеры жаловались на похожую проблему и просили что-то сделать с землей. Не всегда это упирается только в нежелании главы района как-то идти навстречу фермеру. Уже часто и просто фермер не может выдержать конкуренцию при торгах крупных день на самом деле. Иван Иванович, расскажите немножко, как у вас было? – Добрый день, Василий Юрьевич и участники крупного стола. Я глава Матвекулганского района Миронинка Ивановна. В 2013 году я получила грант как начинающий фермер для развития животноводства. Я занимаюсь подкормом. Гранты – это хорошо, да. Они помогли нам развивать свое хозяйство на селе. Но есть проблема, в данный момент у меня сейчас содержится 53 головы на отпорной и плюс 25 голов король боенного стада. Но с какими проблемами мы сталкиваемся? Вроде бы есть и земля, да, можно ее взять, дают в аренду, но мы сталкиваемся с аукционами. На аукцион приходят уже крупные организации, фермера, с которыми нам не под силу расти торги. И здесь начинающий фермер остается при своих интересах. Хотя без земли – как развиваться на селе, если нужна кормовая база? Я считаю, нельзя ли ввести для тех фермеров, которые показали свою эффективность, которые показали себя с положительной стороны, отменить торги. У меня все. У меня все. и есть комитетами создать в области некий единый реестр, это может быть сайт, открытые либо странички на сайтах района, например, или на областном сайте. Но тем не менее, некий открытый реестр свободных для аренды земель. То есть это может быть дисконды распределения, земли и поселения разные. чтобы оперируя к этому списку, фермер мог прийти, скажем, к нерадивому благоюна и сказать, друг, вот есть у нас земля в районе, я точно знаю, позволь, я буду ее арендовать на каких-то условиях. Это вот первое предложение, давайте я на все озвучу или по очереди. Нет, можно и мегазы можно обсуждать, в том мере возникновения. Я имею предложение, как министр, чтобы рассказал о поручении, которое было в министерстве 23 марта прошлого года, тогда было постановление правительства, в котором мы поручили и предложили главной исполнительной организации скармировать такое действие. И эта работа частично была проведена. У меня есть информация, что в двух с половиной тысяч и так же в этой области мы получили после реализации данных. Как у нас стоят дела и по практике, как у этого возможно. Зашло, я буду, конечно, в основном использовать. Павел Сергеевич, действительно, выполняя поручения и отрабатывая с районами невостребованные земли, создание регистров и перечень невостребованных земель, он получен и на сегодняшний день у нас есть постоянно меняющиеся цифры. Сказать, что это вот что-то заморожено, там две тысячи, сегодня они обязательно формируются, выставляются на торги. Кто-то берет их в аренду. Этот фунт пополняется по изъятиям земли, родивых собственников или прекращением договора в аренде. То есть вот такая вот текущая работа ведется. На сегодняшний день, вот у нас цифра последняя, 54 тысячи гектаров башни в Ростовской области не находятся в обработке. По районам это... Ну, находится в обработке, да? Да. Значит, я должен сказать, что вот проблема для населения и Лены Ивановны, она говорит о сложностях при уже оформлении земельных участков. То есть как таковой банк данных есть и информация о том, где эта земля свободна, она есть. Сложности в том, что как ее получить, потому что действительно участников, если это привлекательный участок, как правило, несколько участников, которые выставляют адекватные цены за этот участок. Вот. И здесь можно пользоваться, наверное, пользоваться теми льготами, которые были установлены для казачьих обществ, для личных подсобных хозяйств по предоставлению без торгов. К сожалению, фермеры в этой перечне не должны участвовать в обществе. Да. И пока предложение только по взаимодействию, работу с этим реестром, предложение участвовать в этих конкурсах и пользоваться другими механизмами. Есть аренда, вы знаете, это, мы говорим сейчас о муниципальных землях, но есть еще земли, находящиеся в собственности граждан, и часто используется только башня, а сенокосы и пастбища оформлены в собственность, но не используются по назначению. И вот с этой категории земель нам тоже надо работать совместно с районом. Если мы пойдем, например, на принятие догонодательного акта, то регионально это поступим, то мы противоречи от либеранцев. Да, в данном случае мы будем нарушать догонодательный акт. А если мы реализуем инициативу депутатам Госдумы от Ростовского, то мы работаем с общим догонодательством на эту тему. Мы говорим, что 54 тысячи гиггара земли не используются, но у нас вот уже это совсем много больше, чем то, что мы имеем по сформированному реестру, а 54 – это в 10 или 20 раз больше. Ну, так же, когда это просто возникает, мы уже говорим сегодня, тогда возникает другая тема о наших отношениях с теми, кто не использует эту землю. Но, возможно, здесь должно быть какое-то воздействие на тех, кто не использует, для того, чтобы у него был выбор, либо он ее использует, либо он ее предлагает, а вот условия для того, чтобы использовать ее. Он говорит, нам здесь поработать, на самом деле уже сточить какие-то наши требования, есть земельный контроль, наши средства существуют. Да, и дальше возникает вопрос с эффективностью, как вы. Петербург, это абсолютно правильно. Раньше 100 лет было, то, что не используется земля, сегодня, через 3 лет, правильно? Правильно, ее можно через суд все это делать. А тут вопрос еще в общем. Вот, допустим, смотрели в Урландский район, там населенный пункт, а земля может находиться 8, точнее большие участки, 8-6 гектаров, она же может находиться, там, допустим, в Кирсановке или еще где-то, вы живете там. 7 километров. 7 километров. Да, условно говоря, или больше. А вот таких больших участков, конечно же, сразу судя не найдешь. И потом, когда они выходят на торги, безусловно, начинающего фермера денег нет, а участок пролетательный, его заберут. Вот, может быть, вы абсолютно правильно сказали, для начинающих, именно, может быть, животноводством занимающихся фермеров, нести, как вот сегодня по казакам. Их там несли, они без конкурса идут, без торговли. Ну, это же дело на основе федерального закона. Конечно, вы рассказали законодательные инициативы, может быть, там, да, это просто поработать. Именно для тех начинающих животноводством. Если для всех начинающих просто фермеров, это, понимаете, бесполезно. А вот по животноводствам занимаются, вот, чтобы они жили. Ну, как раз надо обязательно выделять животноводство, потому что мы считаем, что это серьезный резерв, который недоиспользуется. Поэтому, может быть, формировать такую законодательную инициативу. И вот имя правительства, имя законодательного собрания. Два депутата у меня, кстати, с ними разговоры будет в середине апреля, когда государственная традиционная встреча губернатора. Пару раз в год мы как минимум собираемся. Можно совершенно четко сформировать этот вопрос, сказать. Это легко убедить цифрами, что это потребность, которую нужно реализовать. Я готов это сделать. Потому что, если там не будет корректировки законодательства, то все остальное будет только разного. Мы с вами никогда не придем. Есть другой вопрос, который, на мой взгляд, очевидно требует решения. Ну, во-первых, мы сформировали первый начальный реестр, да, несколько тысяч гектаров. А я услышал другое, что достучишься к главе района. Не достучишься. И это уже вопрос, который, может, хочется не к нам относиться. Не знаю, как в Белокалецком правительстве достучаться первое до главы. Но это почти можно распространять на любую территорию заинтересованность. Либо это должно быть решение правительства в области, которую мы реализуем, в конкретную территорию заинтересованность к хозяйству. И тогда появятся конкретные поручения и рекомендации главных. Мы же сегодня реализуем, например, у себя, так называемую, программу упрощения разрешительных процедур для малого среднего бизнеса. Это же самая категория, как во все время. Почему сегодня это не вставить в нашу программу, в реализацию этого пилотного проекта, который по поручению Президента реализуется на территории области вместе с Агентством Союзной и Союзной и Союзной. Мы чаще всего говорим о бизнесе. Мы смотрим города, а для нас сельское хозяйство сверхактуально. Мы имеем серьезную долю в главном региональном продукте и на продукции сельского хозяйства. Давайте сделаем, давайте Минсельхоз сделаем такую инициативу. Вместе с Минэкономикой мы эту ситуацию уникнем, а дальше до уровня губернатора будет подписан соответствующее решение, которое включит в фермерское сообщество такую же работу. Нам просто нужно посмотреть, что в этой ситуации мешает в первом уровне муниципалитета получать землю, решать какие-то другие вопросы, реализуют какие-то инвестиционные проекты. Да, ведь много будет. А мы и говорим сегодня о земле, а если посмотреть, как фермер сегодня проходит в путь идеи до начала проекта, там тоже масса хранения где-то встречается. И по северам. Что касаемо земли, опять-таки, немножко у нас стоит острый вопрос ЛПХ. Потому что у нас главы поселений непосредственно отдают землю не нам, крестьянским фермерским хозяйствам, а в первую очередь личному подсобному хозяйству. И у нас в районе сложилась такая ситуация, что у нас в личных подсобных хозяйствах могут люди держать до трехсот тысяч овцы, до трехсот голов крупнорогатого скота, и при этом скот ходит необработанный. Это основополагающее. Потому что, допустим, что касаемо моего хозяйства, у нас скот обработанный и дорогостоящий. И, скажем так, я несу ответственность, в первую очередь, за это подологи. Да. Вот. Добиться обработки невозможно. Потому что либо это выгоняется куда-то в поля, когда идет обработка, соответственно, как бы подологи реально посчитать не могут. Часть остается необработанная. И, скажем так, у нас идет такая тенденция, что ЛПХ можно все пасти где угодно, и когда угодно. Я как бы неоднократно вот обращалась в поселение. У нас выпас идет и с первого декабря, и с первого января, и с первого февраля. Что даже экологически, скажем так, запрещено. Вот. Но на это внимание у нас в районе не обращается. И когда только вот я получила гранты и обратилась в район, скажем так, буквально мне нужно было 70 гектаров земли рядом с моим хозяйством. Потому что неоднократно осуществлялась потрава полей со стороны ЛПХ. И это осталось безнаказанно. И это повторяется и учащается. И, как бы, я слышу от ЛПХ только то, что она должна охранять своих. Вот. Чего я физически просто не могу сделать. И, скажем так, удаленность опять-таки земли, которую, возможно, будут выставлять на торги, или, ну, как бы, она, скажем так, должна быть вблизи хозяйств. Потому что, когда я обратилась, мне сказали, у нас есть до 142 километра 300 гектар. Мы вам можем их дать. Но мне нереально, во-первых, туда доехать, чтобы совершить сеноуборку. Во-вторых, мне нереально проконтролировать, пока я прийду туда с комбайном, не соберет ли тоже ЛПХ, это сен. И, скажем так, ЛПХ у нас очень тяжелая борьба. Потому что, во-первых, нас в районе приравнивают к ЛПХ. Все цены у нас одинаковые с ЛПХ. Что по сбору молока, что по сдаче мяса. Но ЛПХ не обладается никакими налогами. А у меня трудоустройство, я плачу налоги за работников. Плачу как хозяйствующий субъект налоги. И, скажем так, это проблема основополагающая. Васильевич, ну да, я думаю, нужно перескочить. Стоит поговорить об удосточении контроля, наверное, за деятельность ЛПХ. Соответственно, в другой недавно в области были удосточены штрафы за потраву. Но так не особо повлияло это на ситуацию. Потому что тема потрав, чуть-чуть, опять же, забегая, она для Востока области супер отплата. Там не только скрывается там доход, да, и все в теневую происходят, но и действительно страдают те, что платят налоги. Может быть, подпадут они еще какими-то законодательными актами, либо еще больше удосточенными актами? Но я бы так, я бы немножко другое. На самом деле, у нас часто закон-то хорошее. Выполнение. Выполнение закона, к сожалению, это самое разное. Вот есть предложение по контролю, конкретно по голове ЛПХ. По ограничению. По ограничению. По ограничению, да. Потому что, на самом деле, как бы, нужно, скажем так, сократить по голове, чтобы хотя бы содержали на ЛПХ пять крупнорогатого и, ну, допустим, пять телят, то есть то, что получается вот крупнорогатость по голове, крупнорогатого скота. Иначе или зайдет по травме сделает десять голов или триста, как получилось, допустим, в моем хозяйстве в июне месяце. И то, что даже они заплатили штраф в район, я с этого абсолютно ничего не возместила. И никаких путей решения на сегодняшний день я не могу добиться. Василий Васильевич, мы в этом плане уже несколько законодательных инициатив делали. На сегодняшний день закон о личных подсобных хозяйствах. Необходимо, конечно же, не сеть вот этих ограничений по размеру. Потому что сегодня под вывеской личного подсобного хозяйства действуют полноценные фермерские хозяйства, зачастую наших южных соседей. Тех, кто имел ранее, работал на точках, а севодческих, в первую очередь, они там остались, поэтому всех ЛПХ сюда нельзя относить. Тех, если есть, может быть, там пять процентов, но, к сожалению, не действительно есть. Законодательно мы принимали уже два или три раза поправки на север. Вопрос тут, конечно, есть, но не касается всех таких условий. Конечно, особенно характерно для востоковой области, где вот такой вот образ предпринимательский принят. В общем, в любом случае дело в выполнении уже принятых законов нужно, наверное, к какой-то степени корректировки существующих изменений. То есть предложения абсолютно разные. Либо их нужно переводить в разряд пермерских хозяйств, тогда это меняет ситуацию. Либо ограничивать законодательство. Васильевич, я хотел еще добавить, что с первого марта по полномочии распоряжения земельными участками у нас по законодательству перешло к сельским поселениям. Поэтому даже не глава района, а уже глава сельского поселения должен сегодня знать свои деньги, выставлять их, формировать участки, выставлять на торги и заниматься вот этой деятельностью. То есть ваше поручение мы будем отрабатывать уже и на улице поселения. А хватит переснуться на поселения, да, у меня же как полномочий там полном? Хватит ли им еще надо? Можно поспорить. Полномого, полного-то нет. Полного полномочия и среди них нет. Это уже тема, да? Значит, тут нет такого федерального законодательства, оно и состоялось. Мы сейчас обрабатываем механизм, который позволяет нам видеть, что процесс выполнения закона существует. Мы будем прощеркивать реактиву, как это получится, как реально поступало. А нужно уточнить, я так понимаю, что в рамках региональных программ там, да, сейчас наделять землей, да, без церков мы не можем, но будет законодательная инициатива. Правильно? Обсуждается. А может быть тогда стоит не только жилотворство туда внести, но и там актуально, или тоже на Штопской области и наградоваться, например, за дни? Ну не то, что ограничивать только жилотворство. Там тоже не надо в области. Ну, если говорить о перспективе, то иногда, мне кажется, подходит под эту тему. Значит, понимаете, сколько у нас было, сколько есть, очень разные. Которые площадям, подлинам и так далее. Ну давайте по народу, П. Николаевич, вместе с мастер-хозом, посмотрим. Возможно, какие-то другие отток фермеров идёт на ворот лично по цене. Конечно. Зачем? Зачем? Зачем платить? Зачем? Тебе совсем другие штрафы, и всё-всё-всё другое, когда я закрыл феорс, и искал с твоё хозяйство. Да. И штрафы совсем другие. И штрафы совсем другие. И штрафы нет, и налог. Скажите, а вот, Казани Николаевич сказал, что с фармлёвом медий список, да? А где его нужно увидеть, и может ли как-то фермер опинивать какую-то систему? Потому что речь идётся всё-таки об инструменте воздействия на это. Его надо открывать. Его надо открывать. Если он фермерован, тогда не является секретом. Поэтому в этом смысле нужно реализовать ту задачу, которую у нас ставят. Казани должны видеть и знать возможности на территории района. Я не исключаю, что там в районах есть много земли. Они говорят, если она появляется, это же вариант предложения к бизнесу. Когда он понимает, что есть возможность что-то выбирать, или посмотреть, пригодно ли это земля для его бизнеса, давайте это сделаем. Откроем это. Я не готов сейчас сказать, что у нас закрыто, но очевидно, что нужно посмотреть на эту тему. Она должна быть открытой, мы её должны отдать, но всеобщее обозрение вполне возможно, что это даст. Свободу для некоторых бюджетсменов, даже с новым выбором растет, ракоистом. Василий Ильич, Анна, все, все, хорошо. Мы вам не спросили про начинающих фермеров и семейные. Все-таки это суперпопулярная программа. Стоит ожидать увеличения поддержки и по этой программе из прошлого поддерживать, поддерживать все больше и больше. Слышите ли вы от федерации такие сигналы? Ну, я думаю, что все-таки вот тот случай, когда федерацию не можно ждать. Это, мне кажется, сигнал уже дан для регионов и, соответственно, для муниципальных образований. Такое поручение и снова не было, еще, наверное, давно некоторое время назад. Создать дополнительное поле информации о возможности нашей поддержки речи на федерации. И часть вопроса была решена. Так? Решена, но, к сожалению, в последнее время у нас сейчас не сильно активность немножко по семейным животноводческим фермам два. Это очень много. Причина, вы понимаете? Ну, смотрите, вот мы, кто здесь есть, вот я последний раз черткова был, кстати, черткова был на ферме. А, я показываю черткова. Нет, нет, вот черткова, я не в ту сторону смотрю. Это Шолоховский, а за север. Лиза, север. Я ошибся. И вот животноводческая ферма, но все равно, понимаете, строительство сам вопрос. Хорошо у них было помещение, количество средств, которые нужны свои еще деньги. Тут самая большая проблема. А кредит взять. И поэтому здесь вот такие проблемы, к сожалению, имеются. А потом вопрос земли. Предлагают, вот в чем вопрос, вот у них стоит сейчас ферма, я не знаю, как у вас там, допустим. А рядом земли только гектар. Понимаете? Только вот участок. А дальше ли нужно выгонять, значит, провод или где-то, или брать, только косить и возить корма сюда. А вот тут еще проблема. И сегодня немножко вот такой энтузиазм, который был раньше. Ну, не в каждом районе, конечно. Но, к сожалению, фермер, все это, я думаю, спасибо. Если можно добавлю. Тем не менее, у нас финансирование есть федеральное и областное заложено в программу начинающих фермеров, программа семейная фермеров. У нас 180 миллионов фермеров финансирования. Из них 105, наверное, начинающего фермера и 77 на семейную фермеру. Планируем все это осложено.